Управляющие компании стали первыми, кого мэрия познакомила с новыми расценками. Чиновники решили поднять плату за содержание жилья. В управлении тарифов мэрии были, как всегда, убедительны, снисходительны и щедры. В целом получается в среднем рост 19%, это немного. По новым данным снижение, процентов где-то на 7. Орловчане, живущие в домах без удобств, будут платить больше, вздыхали чиновники. Речь о тех самых двухэтажках, так лихо брошенных первой городской управляющей компанией. Содержание квадратного метра жилья в таких домах должно составить 11 рублей, около 9 в пятиэтажке. Однако управляющие компании столь мягкой тарифной политики не одобрили. На сегодняшний день мы не имеем возможности обслуживать качественные дома, найти средства, которые собираем жителей. Что же касается ремонта, то за него предлагается брать по 2 рубля с квадратного метра, плюс учет коэффициента возраста домов. Строчка же за капремонт будет не во всех третанциях, а только в тех домах, где этот капремонт необходим. Ни одна жилэксплуатация и все прочие управляющие организации теперь не будет иметь права по новым домам или прошедшим капремонтам сдирать с собственников деньги. В мэрии почему-то уверены, 19% повышение небольшое. Улучшится ли при этом качество обслуживания, чиновники не говорят. Да и зачем говорить, ясно же, что не улучшится. На следующей неделе с новыми расценками познакомят депутатов горсовета. Если предложенное народные избранники одобрят, орловчанам придется раскошелиться уже в феврале.